Глубоко уважаемые коллеги, тема нашей сегодняшней лекции посвящена одному из актуальных вопросов диагностики заболеваний предстательной железы, это биопсии предстательной железы. Хотелось бы коснуться первоначально исторических моментов. Первоначально в 1905 году Янгом из промежностного доступа была выделена задняя поверхность предстательной железы и был исечен подозрительный участок предстательной железы. В 1922 году американским ученым Берринджером под пальцевым контролем и анестезией с прокаином была проведена через промежностная пункция. Эта методика стала общепризнанной и на протяжении нескольких десятков лет являлась самой распространенной. В 1930 году Фергюсоном, также в США, была применена тонкоигольная аспирационная биопсия предстательной железы. В 1937 году Астрауди представил метод трансректальной биопсии предстательной железы. Через 10 лет Барнс и соавторы стали для биопсии простаты использовать трансуретральный метод, трансуретральную резекцию. В 1953 году Грабстальд и Эллиот описали методику выполнения трансректальной резекции предстательной железы с помощью зизиктоскопа под спинальной анестезией. В 1958 году Грэхам предложил простую слепую методику получения материала из предстательной железы. Со временем другим направлением стало совершенствование пункционной биопсии. В связи с этим был предложен целый ряд конструкций игл. Иглы Сильвермана, Тюркеля, Лолсли, Винема и Мунена. Одним из наиболее удачных образцов, позволявших получать целые столбики ткани, стали иглы конструкции Вима Сильвермана. На иллюстрации представлена игла, сконструированная Сильверманом, которая состояла из наружной конюли, затвора, а также внутренней иглы с продольными пазами, в которых сохранялась ткань, когда игла и конюля изымались из тканей. Кроме того, представлены иглы Тюркеля, Лолсли, Простетик Тректор. Это те инструменты, которые не протяженное время, но использовались для взятия и забора материала из предстательной железы. На современном этапе развития, с развитием техники, с появлением трансректальных ультразвуковых датчиков, современных биопсийных игл и автоматов для забора материала, функционные методики начали развиваться достаточно быстрыми и прогрессивным образом. На данном слайде вы можете увидеть современные иглы, современный высокоскоростной автомат для забора материала. В 1988 году была проведена впервые трансректальная биопсия простаты под контролем трансректальной ультрасонографии. Далее Ходжем и соавторами была представлена секстантная биопсия, которая представляла собой забор материала из предстательной железы из шести вколов. Материал брался из центральной транзиторной и периферической зон предстательной железы. Метод, предложенный Ходжем, использовался аж до 1991 года. Проведенные рядом ученых исследования показали, что ложно-отрицательные результаты биопсии, выполняемой по данной методике, были получены у 10-35% пациентов. В 1995 году Стеми и соавторы предложили модифицировать данную методику за счет латерализации взятия материала и увеличения количества взятых биоптатов. В 1997 году Эски и ряд других ученых стали предлагать расширенные варианты техники проведения биопсии. На данном слайде вы можете видеть варианты взятия материала по Норбергу 1997 год, НАВА 1997 год, Прести 2000 год, Равери 2000 год и ГО 2001 год. Биопсия простаты в привычном нам виде стала наиболее широко использоваться в клинической практике в течение последних 15 лет. Показаниями к выполнению биопсии простаты являются уровень общего ПСА сыворотки крови более 4 нанограмм на миллилитр или выше соответствующих возрастных норм, хотя необходимо отметить, что сейчас существуют уже более конкретизированные возрастные нормы для каждого из возрастов. И в некоторых случаях при уровне ПСА и 2,8 и даже 2,4 при необходимых диагностических данных выполняется биопсия предстательной железы. Вторым показанием является увеличение показателя ПСА крови за год более чем на 0,35 нанограмм на миллилитр, подозрение на рак предстательной железы при пальцевом ректальном исследовании, а также подозрение на рак предстательной железы по данным трансректального ультразвукового исследования или магнитно-резонансной томографии органов малого таза. Противопоказаниями к выполнению биопсии предстательной железы являются абсолютные противопоказания. Это тяжелое состояние больного, обусловленное сопутствующей патологией, расстройство психики, сопровождающееся неадекватным поведением пациента, острые воспалительные процессы прямой кишки и предстательной железы, осложненный геморрой, выраженная структура анального канала, а также состояние после брюшно-промежностной экстерпации прямой кишки. К относительным противопоказаниям биопсии предстательной железы относятся прием антикоагулянтов накануне вмешательства, а также заболевания, приводящие к нарушениям свертывающей системы крови, повышение артериального давления, более 140 на 80 мм ртутного столба, а также гипертонические кризы и возраст пациента более 80 лет при отсутствии клинических симптомов заболевания. Показаниями к выполнению повторной биопсии предстательной железы относятся это сохраняющийся высокий уровень ПСА крови или его рост в динамике после первичной биопсии, соотношение ПСА свободного к общему менее 15%, плотность ПСА более 20%, а также простатическая интраэпителиальная неоплазия высокой степени через один месяц после первичной биопсии. Кроме того, показанием к выполнению повторной биопсии является подозрение на местный рецидив опухоли после радикальной простаты эктомии по данным пальцевого ректального исследования, троцеректального УЗИ или данным магниторезонансной томографии. Биопсию следует выполнять через 3-6 месяцев после первичной биопсии, если нет более насущных показаний для выполнения ее в более раннем периоде. В зависимости от доступа к предстательной железе виды биопсии можно подразделить на трансректальную, как уже мы говорили, трансуретральную и трансперинеальную. В зависимости от числа точек, из которых произведено взятие биопсийного материала, может быть секстантная биопсия, мультифокальная или сатурационная. Трансректальная биопсия проводится под контролем ультразвука. Ультразвуковой датчик вводится в прямую кишку с предварительным введением анестетика в виде геля. Трансректальная биопсия производится с использованием особой иглы, которая быстро входит в ткань и выходит обратно с биоптатом менее чем за секунду. Таким образом извлекается от 12 до 24 столбиков паренхемы предстательной железы. В кишку после трансректальной биопсии помещается тампон, предотвращающий кровотечение и удаляющийся на следующий день. Преимуществами трансректальной биопсии простаты является то, что процедура проводится амбулаторно, имеет место минимальная травматизация тканей, отсутствует необходимость применения общей анестезии или сильнодействующих анестетиков местного действия, а также возможность визуализации простаты с помощью ультразвуковых технологий. На данном слайде вы можете видеть укладку пациента для биопсии предстательной железы. Современные датчики снабжены двумя трансьюсерами для наголовки. Это дает возможность получения изображения одновременно в поперечной и сагитальной плоскостях для того, чтобы доктор мог сориентироваться непосредственно перед взятием материала и это помогает адекватной навигации во время биопсии предстательной железы. После введения, как я уже говорил, датчика в прямую кишку проводится тщательное ультразвуковое сканирование с целью выявления гипоэхогенных очагов. Также в обязательном порядке проводится доплерография, так как для выявления более воскулиризированных участков предстательной железы с целью дополнительной возможности определения участков подозрительных для рака предстательной железы. Не извлекая ультразвуковой датчик из прямой кишки по направительному каналу предстательной железы подводится игла с заряженным пистолетом. Выстрел производится нажатием на кнопку. В пистолет укладывается перед этим специальная режущая съемная игла диаметром около 1 мм, которая имеет заданную глубину проникновения в предстательную железу. Игла имеет наружную внутреннюю часть. Внутренняя часть иглы снабжена желобом, принимающим биопсийный материал при выстреле пистолета. Выстрел происходит в три этапа. В нужном участке простаты происходит срез образца ткани путем движения наружной части на внутреннюю. Эти три действия происходят очень быстро, за долю секунды, и все три указанные события происходят как один выстрел, сопровождающийся щелчком. Таким образом производится забор до 24 фрагментов или больше по показаниям. Образцы тканей после проведения трансректальной биопсии простаты направляются в патогоанатомическое отделение для патоморфологического исследования. Длина столбика биоптата должна быть не менее 15 мм, в противном случае необходимо выполнить повторный забор ткани из данного участка простаты. К осложнениям трансректальной биопсии простаты это относится к кратковременной эректора гео, которая наблюдается примерно в 12% случаев, умеренная гематурия около 25%, гемоспермия примерно 18%, острый простатит или обострение хронического 8%, острая задержка мочеиспускания в 0,5% случаев, гипотонеп во время биопсии 2%, а также острый орхоэпидемит 0,2% случаев. На нашей кафедре был разработан такой бланк для регистрации забора материала и направления в патологоанатомическое отделение. Промежностная биопсия простаты. На данном слайде представлено направление игл при проведении трансректальной и промежностной биопсии, звездочкой отмечено новообразование, взятие образца тканей, которого может затруднено быть в виде направления иглы, которая вводится через прямую кишку. Показаниями к промежностной биопсии простаты является состояние после резекции или заболеваниях прямой кишки, сужение прямой кишки или ануса при отрицательном результате после одной-двух трансректальных биопсии, но сохраняющемся росте ПСА. Преимуществами промежностной биопсии простаты является то, что при проведении промежностной биопсии не происходит контакта иглы с прямой кишкой, что снижает вероятность развития инфекционных осложнений. А также промежностная биопсия простаты позволяет сделать забор большего количества фрагментов тканей предстательной железы, что в некоторых случаях дает большую диагностическую точность. Промежностная биопсия простаты проводится под местной или проводниковой анестезией, положение пациента на спине, ноги на подставках, в мочевой пузырь устанавливается уротральный катетер. На рисунке вы можете увидеть показанное направление игл. Далее врач вводит в прямую кишку ультразвуковой датчик. Для взятия образцов материала из разных областей предстательной железы используется специальная решетка. При помощи рычагов и винтов ультразвуковой датчик устанавливается в необходимом положении. Процедура взятия материала с применением биопсийного пистолета аналогична трансферектальной методике. После завершения процедуры на место проколов накладывается стерильная самоклеящаяся салфетка. После процедуры пациент остается на сутки в клинике. Утром на следующий день у пациента удаляется уротральный катетер. И только после того, как врач убедится в восстановлении самостоятельного мочеиспускания, пациент может быть отправлен домой. Осложнениями промежностной биопсии являются боли или дискомфорт в области таза, кровь мочи или сперми, временное затруднение мочеиспускания или задержка мочи. Трансуретральная биопсия используется у пациентов достаточно широко. Это взятие материала при помощи цисторезиктоскопа специальной режущей петлей. При этом цисторезиктоскоп вводится в простатическую часть уретры, после чего режущей петлей выполняется забор материала. Выполняется биопсия под общей спинальной или эпидуральной анестезией. Положение обследуемого на спине с раздвинутыми на подставке ногами. В настоящее время самым прогрессивным методом диагностики рака предстательной железы является фьюжен-биопсия. Технология основана на том, что используются две техники визуализации. Это в ходе которых происходит наложение данных мультипараметрической магнитно-резонансной темографии с результатами трансректального ультразвукового сканирования. Для получения 3D-графики простаты для последующей биопсии или, может быть, эти данные использованы для использования фокальных методов в лечении локализованных форм рака предстательной железы. По сути, фьюжен-биопсия – это комбинированная мультипараметрическая МРТ-трузи-биопсия простаты. При этом систематично берется большое количество биоптатов из трубнодоступных мест предстательной железы, и шанс обнаружения рака предстательной железы возрастает. Преимуществами фьюжен-биопсии являются риск ложно-отрицательного и ложно-положительного результата сводится при этом к минимуму, необходимость выполнения повторной биопсии минимальна, количество биоптатов оптимально, а риск осложнений минимален, и в результате точного определения стадии заболевания удается избежать как гипердиагностики, так и гиперлечения пациента. А также возможность использования фокальной терапии рака после получения данных фьюжен-биопсии. Предварительно пациенту проводится мультипараметрическая МРТ предстательной железы, при котором визуализируется детально мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа, центральный отдел предстательной железы, периферические отделы, сосудистонервные пучки, а также четко визуализируется простатическая капсула. После этого совместно врач-радиолог и врач-уролог выявляют подозрительные очаговые участки простаты, и если они не выявляются, то биопсия не проводится, и следующим этапом пациент дальше наблюдается. Проводится трансуректуальное ультразвуковое сканирование, данные которого с помощью специального программного обеспечения совмещаются с ображениями МРТ. После наложения изображений магнитно-резонансной томографии и изображений при трансуректальном ультразвуковом сканировании получается 3D-графика предстательной железы с изображением подозрительных участков. На слайде они обведены красным цветом. После этого проводится прицельная биопсия подозрительных участков предстательной железы. Необходимо, как я уже говорил, отметить, что фьюжен-биопсия – это не только новый метод диагностики, но и это метод, помогающий в фокальных методах лечения локализованных форм рака. Так, на нашей кафедре достаточно широко и длительное время исследуется метод интерстициальной лазерной коагуляции с использованием лазера. Важным моментом является процесс совмещения изображений. В связи с этим хочется обратить внимание докторов на важных два момента. Это укладка пациента и улучшение визуализации анатомических ориентиров. Соответственно, при выполнении магнитно-резонансной томографии нужно обратить внимание, что мы рекомендуем укладывать валик специальный для придания пациенту положения максимально схожего с литотомическим. Необходимо ли устанавливать уретральный катетер при выполнении мультипараметрической магнитно-резонансной томографии? Мы считаем, что установка уретрального катетера позволяет более точно визуализировать анатомические структуры, визуализировать уретру, что значительно улучшает навигацию при заборе материала. Поэтому мы считаем, что обязательно необходимо устанавливать уретральный катетер перед выполнением биопсии предстательной железы с использованием фьюжн-технологий или для использования фокальных методик. Таким образом, обеспечена максимально точная синхронизация анатомических структур предстательной железы. Вашему вниманию представляется клинический случай. Пациент И, 59 лет, уровень простат специфического антигена 5,8 нг на миллилитр. Выявлен подозрительный участок предстательной железы при мультипараметрической магнитно-резонансной томографии. Далее выполнено картирование предстательной железы, выполнена биопсия простаты. При этом обязательно произведена архивация треков биопсийных игл, что в последующем нами было использовано при выполнении интерстициальной лазерной коагуляции данного выявленного очага. Пациенту выполнена интерстициальная лазерная коагуляция. На данном слайде представлены данные магнитно-резонансной томографии до интерстициальной лазерной коагуляции. Напоминаю, уровень простат специфического антигена был 5,8 нг на миллилитр. И ниже представлены данные после интерстициальной лазерной коагуляции через 8 месяцев. Уровень простат специфического антигена 1,1 нг на миллилитр. Таким образом, необходимо сказать о том, что в настоящее время, практически за последние 15 лет, произошла значительная эволюция методов биопсии предстательной железы. И существующая в настоящее время методика фьюжен-биопсии позволяет от грамотной и четкой диагностики рака предстательной железы перейти к выбору метода лечения и осуществления, в том числе и малоинвазивных новых технологий лечения рака предстательной железы. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok